Европейские СМИ озабочены усилением российской частной военной компании «Вагнер», которая присутствует уже в большинстве стран Африки. Так, эксперты французской Лефи Гоу рассуждают о возможности влияния ЧВК из России в Сахеле, регион континента, протянувшемся от Атлантики до побережья Красного моря, где россияне вынуждены идти наперекор интересам Франции. В частности, вагнеровцы вольготно чувствуют себя в Ливии, воюя за возглавляемую халифой Хафтаром Луна. В этой североафриканской стране бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют Сирд и базу Аль-Джуфра. В Чаде повстанческие отряды фронта «Перемен» и «Согласие» также приняли помощь частных военных структур РФ. Мали еще два года назад подписала соглашение с Россией об использовании ЧВК «Вагнера». Наемники проникли в царь, которая стала российским плацдармом на континенте. Вагнеровцы обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашение о сотрудничестве примерно с 20 странами континента, отмечает французское издание. Таким образом, Россия мечтает вернуть в Африке то влияние, которым здесь пользовался в свое время Советский Союз. Для этого негласно используются наемные военнослужащие, частной военной компании, продвигающие интересы Москвы. Взамен россияне готовы предоставить к услугам африканских режимов все необходимое – оружие, политическую поддержку, боевую подготовку и так далее. В то же время французские эксперты сомневаются в широком влиянии «Вагнера» в Сахеле, поскольку для обеспечения безопасности на такой обширной территории у бойцов из России не хватит средств и усилий. Политические условия стран региона также не слишком благоприятны для превращения Сахели в царь.